всем здравствуйте вот начинаю засухарил клапана засухарил клапана выпускные впускные теперь хочу собирать хочу собирать распредвалы ставить на место и регулировочные такие вот стаканы такие вот регулировочные стаканы каждый на свое место перед тем как разобрать головку я разбирая записал вот здесь вот стакане в регулировочном есть есть цифры вот например вот на этом 302 вот например вот на этом внутри может быть видно будет вот на этом 222 и я записал например вот на этот клапан идет 302 на этот 222 на этот 343 ну и так далее и теперь после притирки клапанов я их свои стаканы каждый самый вставляю в свое гнездо вставляю потом буду ставить сверху распредвал и мерить зазоры не не ставя головку на двигатель я сначала здесь все зазоры вымерю если нужно будет я опять сниму распредвал возможно если будет маленький зазор и вот здесь проточу если большие может быть посмотрю у меня в комплекте найдется в комплекте этого двигателя 16 всего стаканов регулировочных а каких стаканов будет не хватать например по высоте придется и докупать да перед тем как ставить распредвалы на место я должен протереть все тщательно ветошью тряпочкой эти места протираю тряпочкой протираю торцы клапанов вот здесь вот я налил немножко масла моторного чистого все эти места смазываю чтобы здесь уже оказалось смазка сразу то есть когда я буду заводить чтобы здесь была смазка постели немножко смазываю маслом слегка смазываю смазываю направляющие потому что они должны входить по регулировочные регулировочные стаканы должны по направляющим ходить по маслу такой вот я запись переписал все выпуск впуск вот 302 222 162 340 для себя сделал и вот теперь согласно этому расставляю чтобы не мучиться так вот выпускной распредвал прежде чем его установить звездочку я не снимал звездочку а шестерню начинаю протирать его протираю все шейки значит постель распредвалов у меня уже было предварительно смазано вот я его устанавливаю устанавливаю так чтобы он максимально лежал ровно и вот чтобы кулачки вот эти кулачки минимально давили на толкатели а толкатель в свою очередь на пружину то есть чтобы он не пружинил чтобы он легко вот он легко туда-сюда так теперь мне нужно крышки этих крышки распредвала раз два три 4 5 крышек вот там на каждой крышке есть метка вот вот они крышки 1 2 3 4 5 вот вот с этой она должна начинаться здесь у нас здесь у нас меточки должны быть вот видите вот метка например 1 2 3 e1 e2 e3 e4 e5 эти метки должны стоять вот они крышки клапанов вот здесь вот на них еще раз покажу е1 e2 e3 e4 устанавливаем их вот так вот этими надписями наружу туда наружу то есть не во внутрь головки к свечкам а наружу перед тем как установить естественно протираем каждый будет каждый по старинке бугель крышка крышка клапанов протирается немножко слегка смазывается маслица вот так вот как масло и на свое место надписями наружу так раз два три 4 5 2 да забыл еще сказать что места места отверстия для вкручивания болтов головки надо обязательно продуть потому что туда может попасть грязь болтики на 6 очень и очень нежные начнет давить даже если масло просто без грязи вон видите на конце масло даже если это масло просто можно сломать сорвать резьбу в конце стола очищаю вот так вот примерно вот так вот очищаем цифрами смазываем и устанавливаем затягивать будем эти болтики с усилием примерно 8-10 ньютон чтобы не сорвать у меня есть замечательный пистолет не пистолета как шуруповерт который можно устанавливать устанавливать ньютон 10 устанавливаем биту на 10 10 здесь выставляем ну сначала выставлю для первого прохода на 7 вот упираются вот эти вот кулачки вот здесь упираются значит с них и начнем затягивать не спеша вот вот она пошла вниз вот подтянул эти две крышки здесь вот кулачки немножко нажали на толкатели и с этой стороны а эти два цилиндра свободны 1 и 2 теперь за них берем так теперь выставляем шуруповерт на 10 и еще раз подтягиваем так между прочим хорошо подсела установив крышки распредвала попробую провернуть сам распредвал ключом по моему на 13 ключ да ключ на 13 и пробуем проворачивать все идет сейчас и кулачки еще смажу чтобы полегче было чтобы не минимально было задиров как бы задиров конечно больших не будет масло на них есть потому что я смазывал толкатели ну я еще раз смажу как говорится каша масло или маслом кашу не испортишь вот она вот она провернул 3-4 раза вокруг своей оси и еще раз протянем на 10 может где-то зазор не выбрался так теперь возьмем ключ у меня как бы опыт есть уже поэтому я беру ключик и немножко зная что чтобы не сорвать потому что срывается очень легко еще раз говорю срывается очень легко протянул эти 5 крышек 10 болтов еще раз прокручу распредвал вот так выставлю чтобы вот эти два кулачка которые нажимали были свободны и еще раз попробую для себя протянуть нет хорошо протянуто все теперь следующая процедура я должен померить зазор зазор у выпускных клапанов от 0,27 мм до 0,33 мм ну 0,3 мм щуп беру и пробую вот такой у меня щуп мой уже давно есть давнишний щуп не знаю уже сколько лет лет 10 наверное как минимум вот пробуем оп на 0,3 мм не идет этот идет этот идет этот идет вот а вот первый не идет пробуем поменьше на 0,25 на 0,25 на 0,25 на 0,25 легко идет ну надо было чтобы хотя бы 0,27 было не меньше все-таки они будут нагреваться клапаны расширяться еще раз еще раз все смазку убираем чтобы грязь не попадала теперь проворачиваем это я я промерил третий четвертый цилиндр ключом на 13 проворачиваем дальше распредвал вот так вот и меряю на втором цилиндре 0,25 легко идет 0,25 легко это радует и еще раз проворачиваю выставляю кулачки немножко чтобы в сторону смотрели 0,25 легко легко еще раз сейчас проверю потом все запишу какие у меня зазоры так 0,3 0,3 не очень не очень не очень на 0,3 так на 0,25 легко что неужели сошлифовывать придется так 0,2 сейчас найдем 0,1 и например нет 0,2 и 0,7 то есть два щупа 1,1 0,2 то есть две десятки 1,7 вместе соединяем чтобы было 0,27 и еще раз проверю все клапаны если они пройдут то слава богу регулировать не надо ну первый цилиндр проходит проворачиваем далее так двигаем по ходу движения вот они колочки в сторону меряем 0,27 проходит проходит здесь у меня 0,27 проходит 0,27 проходит и последний четвертый цилиндр кулачки два кулачка четвертого цилиндра проходит проходит то есть все четвертый третий второй первый здесь первый маленько не видно ну и суть одна и та же все проходят на 0,27 то есть один щуп у меня получается на 0,2 другой на 0,07 вместе 0,27 вот все они проходят регулировки они не требуют после притирки видимо зазоры были немножко увеличены я когда притер везде проходят на 0,27 то есть я распредвал выпускной не трогаю ну вот с впускным у меня я думаю будут проблемы потому что клапана новые распредвал сейчас я поставлю скорее всего скорее всего зазоры будут увеличены потому что клапана новые не просевшие как бы не набитые ну посмотрим если не критичные там на одну две сотки будут увеличены ничего страшного если более чем на три сотки то это уже надо что-то думать точно так же беру я распредвал выпускной обтираю его то есть готовлю обтёр и вот сюда положил теперь я беру стаканы регулировочные толкатели два в одном как говорится вот где ещё она у нас стакан улетел что ли где с